Итоги недели подведем сегодня вместе в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Многие скажут, но опять вы о ковиде. Сколько можно о нем? Но не говорить нельзя. Просто реанимации красных зон переполнены. В Алтайском крае, впрочем, как и в других регионах страны, число заболевших только растет. Даже моим коллегам в госпитале в шутку, конечно, предложили остаться, а рабочих рук не хватает. А вот рядовые жители привыкли. Цифры и статистики никого, кроме врачей, судя по всему, не пугают. Медики настаивают на вакцинации, причем на очереди подростковая. Кто-то пугает штрафами, а регионы, между тем, постепенно вводят QR-коды на посещение мест массового скопления людей. Мы собрали разные мнения вокруг продолжающейся пандемии. Слово Анастасии Дороган. Да, Валентина Ивановна, у нас лишь дьявление велика. В красной зоне есть несколько часов, когда можно узнать о здоровье родственника. Время выделено, чтобы максимально не отвлекать врачей от работы. Но звонки, конечно, принимают и позже, и раньше. Волнение семьи понятно. В ковидной реанимации 12-й горбольницы 32 койки. Заняты. Здесь пациенты пожилые и не в самом тяжелом состоянии. Еще несколько месяцев назад картина течения коронавируса была иной. А сейчас попасть по ДВЛ может любой человек, даже в 18 лет. И такой случай был. Сыграл роль отягченный анамнез. Что уж говорить о пенсионерах. Диабет, ожирение, гипертония – самое опасное в сочетании с ковидом болезни. Врачи говорят, между началом заболевания и реанимации может пройти всего неделя. Заболевание протекает намного тяжелее. И значительно увеличился процент больных молодого возраста. На мой взгляд, это связано с тем, что люди, наверное, не до конца еще понимают всю сложность сложившейся ситуации. В тот сезон, когда поступила вакцина, когда люди были напуганы, когда были какие-то ограничения по въезду в иные страны, в какие-то города, ограничения посещения каких-то общественных мест, мы прививали 11-12 тысяч в день. А сейчас мы это сделали за последнюю неделю, за всю. Сейчас в крае привито 714 тысяч человек. И этого все еще недостаточно для выработки коллективного иммунитета. И власти, и медики видят вакцинации едва ли не самую осязаемую защиту от тяжелых последствий коронавируса или смерти. В каждом регионе выбирают свой набор принудительных или ограничительных мер. Так, в Новосибирске массовые мероприятия скоро будут доступны только для людей с ковид-сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом. Что это для простых граждан? Если у тебя нет QR-кода, ты хочешь сходить на спектакль, значит, ты должен выложить дополнительную сумму средств. Помимо совсем недешевого билета. Под флагом того, что это делается для препятствия распространения коронавирусной инфекции, это совсем не так. Проедьте утром в общественном транспорте. Я еду на работу в маршрутке, которая набивается просто под самую завязку. Тут нет коронавируса. В Алтайском крае отменяют одни концерты, но проводят другие. Спортивные мероприятия по расписанию, но в масках. Позицию относительно четвертой волны власти пока не озвучивают. Но жителям есть что обсудить. Осенью в регион должна прийти детская вакцина. Как отразится на растущем организме наших детей, у которых постоянно гормональный сбой, какие-то свои хронические болезни, мало исследований прошло. Как это все будет в будущем, как отразится на будущем поколении. Ну, как бы мне, если честно, очень страшно. По словам социологов, на самом деле лишь 10% людей действительно против вакцинации. Остальным часто просто не хватает информации. Но и не только. Еще есть категория граждан, которые как раз не готовы принять на себя ответственность. Когда это сделает руководитель организации или региональные власти, или, может быть, еще выше, то это тоже один из, ну, скажем так, с одной стороны, непринимаемых вариантов, потому что он ущемляет личную свободу человека. Но с другой стороны, как то, что может повлиять на принятие окончательного решения. А тем временем в красной зоне 12-й больницы расширяют реанимацию. Та половина пока функционирует, эта половина готова к приему больных. Только ожидаем поступления дыхательной аппаратуры, ну и, конечно, персонала. Плюс 9 новых мест. И займут их быстро. В этом врачи не сомневаются. Но есть и хорошая новость. Каждый из нас все еще может предпринять меры для того, чтобы не встать в эту очередь. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня в мире отмечают День анестезиолога-реаниматолога. Если говорить применительно к пандемии, то это они спасают жизни пациентов в самых тяжелых состояниях. Однако работы немало и за красной зоной. В нашем интервью о востребованности, работе и вере не в чудо, а лишь в собственные силы, рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Краевой больницы скорой медпомощи Алексей Иванов. Можно ли сказать, что сейчас в пандемию, тем более в четвертую волну, анестезиологи-реаниматологи более востребованы, чем врачи других специальностей? Ну, как востребованы врачи любой специальности, которые сталкиваются в лечении с пациентами коронавирусной инфекцией. Это как врачи-анестезиологи-реаниматологи, так и врачи-терапевты, рентгенологи. Почему-то про них все забывают. Врачи лабораторной диагностики. Поэтому мы все, зрение одной цепочки, мы все востребованы абсолютно, и мы все стали больше востребованы, само собой, в пандемию. Я работаю постоянно в день, каждый день, в будние дни здесь. Плюс у меня есть определенное количество дежурств. Достижение, которое было для нас, для нашего отделения, это то, что года два назад мы перестали оставаться в день после дежурства. Эффективность работы увеличилась. Потому что человек устроен так, что за 24 часа ему 10 часов надо отдохнуть. Он не может работать 24 часа. И поэтому, если ты работаешь 36 часов, то есть сутки еще в день остался, то где-то ты будешь искать время, что мне надо передохнуть. Ну, так устроен человек. А если ты знаешь, что завтра ты спокойно пойдешь домой, ты выложишься по полной. У нас специальность же такая, что отдельная анестезиология, отдельная реаниматология. Если брать анестезиологию, то главная задача, их две по большому счету, то у анестезиолога, это тот, который работает непосредственно за операционным столом. Задача, чтобы пациенту не было больно, если анестезиологическое пособие проводится, когда пациент в сознании. И чтобы ему не было больно, когда под общей анестезией. И плюс он спал, не проснулся во время анестезии. Когда пациент спит, то есть под общим наркозом, ему тоже может быть больно. И надо суметь выявить так, чтобы ему не было больно, и добавить определенные препараты. Вторая же задача у анестезиолога, это контроль жизненно важных функций организма во время наркоза. То есть человек в наркозе, он за себя вообще не отвечает. Он даже сам дышать не может. Может он в наркозе. И поэтому ты следишь за всеми его функциями. Не просто следишь, а еще и корректируешь даже частоту дыхания, глубину дыхания. Во время наркоза под определенными показателями ты постоянно вносишь какие-то коррективы. Еще немаловажно, нужно создать для хирурга благоприятные условия для работы. То есть, например, мышечный тонус. Потому что если пациент будет в тонусе, мышцы у него будут напряжены, то у хирурга операционное поле будет намного меньше, ему будет сложнее выполнить операцию. И время операции, то и время анестезии, получается, все увеличится. Была операция на позвоночнике. Она выполнялась в два этапа, это 8 часов. Ну, когда ты работаешь за операционным столом, там час считается за 3. Что касается работе реаниматолога, да, это вторая часть нашей специальности, это работа непосредственно именно в палате, в отделении реанимации, интенсивной терапии. Мы специалисты по органным дисфункциям. То есть, если у пациента есть нарушение органов, функции органов, то мы должны как-то их протезировать, справляться. Есть нарушение дыхания, искусственной вентиляции легких, нарушение почек, гемодиализ, нарушение функции сердечно-судистой системы, введение определенных препаратов. Но это тоже не просто искусственная вентиляция легких. Это целая наука, потому что для каждого пациента нужно персонализированно подобрать режим вентиляции, в котором ему будет комфортно и удобно дышать. На моей памяти есть пациент такой вот прям, чтобы максимально, и с моим опытом, это около 4 месяцев. Это пациент с повреждением шейного отдела позвоночника и спинного мозга, который не мог двигаться, не мог сам дышать, потому что произошла полная десимпатизация. Он у нас очень долго лечился, 4 месяца. Потом мы его выписали, отправили домой, и я вот с ним поддерживал связь, потому что я с ним перероднился, лечил из этих 4 месяцев, наверное, 3 месяца лечил я. И года через 2-3, мы до сих пор даже вот с ним сейчас на празднике, он меня поздравляет, но года через 2-3 после этой госпитализации он даже начал вставать на ноги. То есть это здорово. Есть ли качества, которые отличают анестезиологов и реаниматологов от врачей и других специальностей? Мы получаем образование по специальности, а не по качествам. То есть нет такого, что вот ты целеустремленный, давай ты будешь терапевтом у нас. Такого нет. А поэтому наряду с общими, скажем так, качествами врача, там, человечность, честность, стремленность какая-то, решительность, для реаниматолога очень важно иметь стрессоустойчивость. Потому что работая с пациентами в критическом состоянии, для нас это стресс. Ну, для любого человека это стресс, но мы с ними работаем, потому что для нас это стресс. И отработав с одним пациентом, ты вынужден еще перейти к другому пациенту, к третьему, либо работая в операционной, ты его из операционной тяжелого пациента перевел в отделение реанимации, отдал для лечения уже реаниматологу, и ты должен вернуться, потому что у тебя там есть еще другой пациент, экстренный пациент. И если ты будешь в этом постоянном стрессе, ну, ты не сможешь адекватно выполнять свою работу. Хвалите ли вы себя и хвалите ли вы своих сотрудников и нужно ли это врачам? Когда ты оказываешь помощь, именно экстренную помощь, когда ты понимаешь, что из-за тебя то, что вот ты сделал, пациент остался живой, если ты потом еще дальше его ведешь, лечишь и знаешь его дальнейшую судьбу, что через две недели или месяц он выписался домой и ушел на своих ногах, то, конечно, ты себя похвалишь однозначно. Вот, это чувство удовлетворения, ты его однозначно получаешь. А хвалю ли я своих сотрудников? Каждый день. Одного да похвалю. А было ли когда-нибудь желание уйти из специальности или из профессии? Года через два-три, как я отработал свои специальности, у меня были мысли действительно сменить специальность, то есть остаться в медицине, но поменять специальность. Я не думаю, что это связано именно с интенсивностью, это связано с тем, что у меня есть еще другие интересы. Мне действительно была интересна хирургия, судебная, медицинская экспертиза, и поэтому я хотел получить постдипломное образование и, может быть, совмещать работу здесь, например, работу хирургом или субмедоэкспертом, на кого бы обучился, может быть, полностью перейти. Но этого не произошло, потому что параллельно учиться два года ординатуры и работать с данной интенсивностью невозможно. Где-то ты должен уступить, а если ты где-то уступил, значит, ты где-то плохо сделал. В операционных иногда случаются экстренные ситуации, когда между жизнью и смертью считанные секунды, и происходит чудо, и человек остается, он не умирает. Вот были ли у вас такие ситуации, как вы к этому относитесь? Я человек, который в чудеса не верит, и всем чудесам их можно объяснить с помощью науки. И то, что пациенты очень часто поступают к нам на сургентный стационар, очень часто поступают, когда действительно не между жизнью и смертью, и речь идет о секундах, когда ты должен что-то сделать, вмешаться, чтобы человек, во-первых, остался жив, а во-вторых, как минимум, у него были последствия, чтобы он был не инвалид, остался. То есть ты должен сработать максимально быстро и эффективно. Поэтому это никакие не чудеса, это именно интенсивная терапия, называется так. Это командная работа, потому что ни один реаниматолог участвует в операционную, обычно сразу целая команда собирается, бывает и по 8, и по 10 человек вокруг этого пациента. Все работают, все принимают решения. Поэтому это не чудеса. Между тем фермеры Алтайского края начали собирать подписи от отчаяния. Связано это с запретом на убой скота в подворьях. До 10 ноября у крестьян еще есть возможность продать говядину и свинину на рынках. Что будет потом, никто не знает. Так исчезнет ли домашнее мясо из магазинов, и кто заплатит за этот запрет на убой? Думаем, вы уже догадались. Слово Ирины Корчагиной. В ноябре-декабрь год кормят, но что будет в этом году, неизвестно. Так здесь говорят про алтайских крестьян. На торговых прилавках этого рынка 70% говядины и 30% свинины фермерского происхождения. И скоро оно исчезнет. Дело в том, что с 1 октября ветеринарная служба региона перестала выдавать сопроводительные документы на домашнее мясо. Другими словами, забитый на подворьях скот нельзя продавать на рынках после 10 ноября. Вчера приезжал мужчина, буквально вчера, с Калманского района. Он в сердцах стоял и говорит, что нам делать. Я обратился в ближайшую бойню, которая находится там за 100 километров. Его там, честно говоря, отфутболили. Как крестьянину выживать вообще? Как? И еще запретили сюда поставку этого мяса. А ведь для сотен людей это основной источник дохода. Дальнейшую жизнь вижу очень плохо. В деревне очень тяжело. Сейчас многие бросят, не будут держать скот и все. Ну и все, значит, и в деревне хана будет. Единственный способ продолжать реализовывать мясо – обращаться на бойни. В крае их более 170. И этого очень мало, говорят эксперты. Теперь крестьяне будут вынуждены платить за убой, логистику. И, скорее всего, многие из них просто перестанут разводить скот. Также эксперты говорят, совсем скоро мясо в Алтайском крае подорожает на 15-20%. Хотя, откровенно говоря, многие жители региона его и без этого почти не видят. Бойни – это коммерческий проект. За эту услугу будут брать деньги. И что повлечет за собой удорожание, конечно, конечной продукции. За все заплатит покупатель. Кому выгоден этот закон? Ну, я не сторонник теории заговора. Но, на мой взгляд, в первую очередь, он выгоден торговым сетям крупным. На наш взгляд, это очередной такой, извините меня за метафору, оружейный гвоздь в крышку гроба малого предпринимательства. По поводу этой ситуации накануне уже выразились в региональном отделении ОНФ. Там уверены, прежде чем что-то запрещать, нужно сначала создать условия для убоя животных. Естественно, это скажется в конечном итоге потом и на потребителях. То есть, поскольку, по большому счету, легитимного попадания на реализацию этой продукции фактически нет. Позиция здесь, наверное, следующая, что все-таки должна появиться, наверное, в конце концов федеральная программа. Так, в региональном отделении ОНФ уже отправили обращение в правительство региона с предложением разработать целевую краевую программу либо дорожную карту по строительству пунктов для убоя скота. Для этого в ОНФ предлагают привлекать государственно-частное и муниципально-частное партнерство. Кстати, в соседних Новосибирске и Кемерове уже добились от срочки запрета на убой скота. На неопределенный срок. Может быть, и в Алтайском крае не все еще потеряно. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Продолжим. Не все Барнаулицы положительно оценили новые остановочные павильоны на улицах города. По словам горожан, они не защищают ни от ветра, ни от дождя, ни от снега. И в целом не подходят для Сибири. Что по этому поводу думают эксперты и ждать ли других, более подходящих для местного климата, узнавали мои коллеги. Стены стеклянные для того, чтобы не создавать визуальное загромождение улицы. То есть, потому что если здесь будет стоять вот такая будка или сарай, это, конечно, будет негативно сказываться на восприятии улицы и города. Современные и без приклеенных реклам. Новые остановки на Змеиногорском тракте, хотя и отличаются от прежних, получили неоднозначную оценку барнаульцев. Сибири соответствуют современному индустриальному обществу. Здесь нет а-ля Рус, но и нет этого самого шедевров. Эстетичная форма, стекло хорошо видно все, автобус можно увидеть, транспорт. Ну и вообще, в принципе, нет возможности за закрытыми стенами хулиганить. Бесполезная остановка, что она есть, что ее нет. Она от ветра не защищает. Только, может быть, если от солнца, сейчас не лето, чтобы от солнца защищать. Не защитит эта крыша от дождя, а зимой и от снега продолжают горожане. На некоторых павильонах нет и боковых стенок, так что от ветра точно не спрячешься. Но последнему замечанию есть свое объяснение. Ширина тротуара не всегда позволяет установить эти самые стены, говорит архитектор Александр Деринг. Но опять же, мы же не должны рассчитывать остановки на то, что люди здесь будут там по часу ждать. Вообще-то это не проблема остановок. Это проблема в другом, в том, как организован транспорт. А с этой точки зрения, своей функции остановка выполняет. Зато есть претензия к качеству павильона. Вот, например, спустя несколько месяцев эксплуатации название остановки облезло. Есть и другие, более значимые замечания. Мы стремимся к так называемому смарт-сити, к умным городам. То есть, когда вот эта цифровая составляющая, она очень важная, она информационная. Поэтому здесь на остановках бывает зарядка гаджетов каких-то. Это, конечно, информация о текущем транспорте обязательно. Новые остановочные павильоны установили в ходе ремонта дороги на Измейногорском тракте по дорожному нацпроекту. Им же предусмотрено благоустройство территории. Правда, остановка появилась, а информационной таблички о времени движения транспорта нет. В мэрии пояснили, что это связано с работой властей над изменением маршрутной сети общественного транспорта. После обещают вернуться и устранить пробел. А пока эти современные, казалось бы, комфортные остановки ждет испытание зимой. Посмотрим, насколько они смогут защитить наших гаражан от пронизывающего ветра и снегопадов. Анна Рашегирова, Андрей Печоркин. День с толком. Ну и продолжая тему общественного транспорта, журналистам на этой неделе показали, как выглядят московские трамваи. Все это время горожане гадали, перекрасят ли их. Однако вагоны все еще голубого московского цвета. Как можно узнать, собянинские трамваи даже после перекрашивания объяснит Анастасия Дороган. Голубые красавцы из Москвы греются под сибирским солнцем. На табло номера несуществующих у нас маршрутов. Трамваи не перенастраивали и в целом пока не трогали. После передачи собственность в городе Тартранс на праве хосведения, тогда уже будем проводить и техническое обслуживание вагонов и подготавливать документы на, разрешающие документы на выпуск их на линию. По соседству привычные Татра Т-3. Москвичи более продвинутые. Татра Т-3 СУ. Места здесь значительно больше. В московском салоне нет двойных сидений и в час пик этот трамвай привезет 145 пассажиров, а стандартный барнаульский – 110. Удобнее ли стоя, узнаем на практике. Но что точно оценят пассажиры зимой, так это тепловую систему вагона. Разницу почувствуют. Если база модели через сидения, установленные в колбах, в данной модели под каждым сидением оборудован короб металлический, изолирован. Да, вот находится под каждым сидением, что дает дополнительное тепло каждому пассажиру. А напротив дверей отбивать холодный воздух будут тепловые пушки. Такой вот московский комфорт. В конце сентября в Барнаул пришли первые собянинские вагоны. Пока они стоят в гор-электротрансе, ждут остальных. Год выпуска – 85-й, но год модернизации – 2009-й, когда проходит практически полное обновление корпуса и электрики. Специалист уверен, что вагоны прослужат немало. Предусмотрена камера, которая просматривает все двери. В данной модели их три. В пиковые часы водитель может контролировать посадку, высадку пассажиров. Пассажиров не должно зажимать в дверях и падать они тоже не должны. Эти вагоны плавно тормозят и мягко начинают движение. За счет еще одной колесной пары буксировать трамвайный ремонт не нужно. Он сам себя отвезет. Приблизительно от пяти до семи дней прибудут еще два вагона, то есть пятый и шестой. Все вагоны ожидаются получить в конце октября, в первых числах ноября. Отгрузка до Барнаула обойдется краевому бюджету в три с лишним миллиона рублей, в то время как покупка нового вагона стоила бы минимум 40. Всего московский подарок, а именно так здесь называют Собянинские вагоны, состоит из десяти трамваев, пять из которых отдадут Бийску. Анастасия Дороган, Алексей Кризин. День с толком. На этой неделе в Барнаул вернулась участница всероссийского конкурса «Учитель года» София Кендикова. Правда, ей не удалось попасть даже в пятнашку лучших педагогов. Победа досталась участнице из Тюмени. К сожалению, в последние годы такой результат уже тенденция. Чего не хватает алтайским педагогам для победы, мы узнали от самих участников, которые представляли регион в разные годы. В этом году главный приз в борьбе за титул «Учителя года России» «Хрустальный пеликан» улетел в Тюмень. Так впервые за всю историю конкурса награда оказалась за Уралом. Участнице от нашего региона победа вновь не досталась. Но самое важное для меня, то, что подарил мне конкурс, это люди. Люди, которые повстречались мне на пути. И я понимаю, что ради этого знакомства стоило весь этот год напряженно работать. Говоря о напряженной работе, участники не преувеличивают. В течение года, согласно положению конкурса, они проводят открытые уроки, готовят визитки, портфолио и борются за звание лучшего на местном и краевом уровне. Однако среди победителей давно не появлялись имена наших земляков. Последним лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года» был Алексей Лисин в 2013 году. Нет одного какого-то элемента выигрышного, который позволит тебе победить, и тем более на всех этапах. Этого нет и этого не существует. Только правильно выстроенный гармоничный урок может это позволить. Но сказать сейчас вам, что мне позволило попасть в пятнашку именно в этот момент, это невозможно. Порой недостаточно даже урока и неожиданных эффектов на нем, чтобы поразить жюри. Мешает волнение, подставляет аппаратура, а иногда и не хватает банальной поддержки. Раньше регион спонсировал поездку группы, сопровождающей участника, рассказывает учитель года Алтая 2011 Марина Панкрашова. Такой институт, как группа поддержки, он как бы вот, ну, наверное, был отменен, если так можно сказать. Но, тем не менее, ряд регионов по-прежнему посылают с участником своих представителей. И вот если мы посмотрим, я анализировала, как правило, у тех, кто входит в пятнашку регулярно, есть такие группы поддержки, есть свои представители в жюри. Было бы неплохо, если бы до проведения всероссийского конкурса, например, была направлена делегация Алтайского края в какой-то другой регион, например, для посещения именно самого конкурса в другом регионе. Как мне кажется, это было бы очень неплохо. Мы бы тогда поняли, чем, например, регион-победитель, Тюмень в этом году, что в Тюмени такого они делают на самом конкурсе, чего не делаем мы. Как говорят экс-участники конкурса, после всероссийского этапа учителя этим живут и болеют еще не один год. Анализируют, почему не удалось победить самим и чего не хватило тем, кто представлял регион годами позже. К слову, сообщества под названием «Учитель года Алтая», а такое существует, наберены в ближайшее время обратиться к губернатору, чтобы решить некоторые финансовые вопросы, касающиеся конкурсного движения в регионе. Анна Рашагирова, Александр Антропов, День с толком. А сегодня со мной на связи еще один участник всероссийского конкурса. Раньше Арсен Григорян представлял Барнаул, сейчас он преподает в Мексике. И нашел время, чтобы ответить на несколько наших вопросов. Арсен, напомните, каким был ваш результат участия в конкурсе? Насколько мне известно, конкурса «Учитель года» в Мексике не существует. Более того, нужно отметить, что все школы здесь делятся четко на платные и бесплатные. В бесплатных школах очень низкий уровень образования, поэтому те, у кого есть материальные возможности, отдают своих детей в платные школы. Но даже платные школы не всегда дают, скажем, такой качественный результат. Поэтому в Мексике есть американские, британские школы. Многие, например, мексиканцы предпочитают даже отдавать в нашу посольскую школу своих детей, потому что понимают, что российское образование дает намного больше, чем местное. Поэтому я горжусь тем, что наше российское образование все-таки по сравнению с мексиканским, на мой взгляд, находится на более высоком уровне. В нашем сюжете ваши коллеги рассуждали, почему алтайские учителя очень редко становятся даже лауреатами, не говоря уже о том, чтобы победить. А вы что думаете по этому поводу? Во-первых, нужна поддержка региона и очень серьезная поддержка. Я сейчас имею в виду не только моральную, но и материальную в первую очередь. Я помню, как я столкнулся с проблемами создания сайта. Эти все проблемы легли на мои плечи. То есть это очень большие и финансовые вложения, и другие. Во-вторых, нужна помощь большая коллектива, именно педагогического сообщества. Это должны быть грамотные люди, которые ведут тебя от начала до конца. Не разово, то есть помочь тебе в каких-то вопросах, покритиковать твой урок или дать советы по методической работе по твоей. Но необходимо помогать именно учителю. Поддерживать его. Я знаю, что в других регионах даже с учителями работают психологи. У нас даже вообще об этом никакой речи нет. В-третьих, обратите внимание на то, что я наблюдаю за всероссийским конкурсом на протяжении 10 лет, и все эти 10 лет там сидят одни и те же лица в жюри. Одни и те же лица сидят. То есть они уже все друг друга знают, они все друг друга поддерживают. Они поддерживают участников с этих, скажем так, федеральных округов и так далее. То есть в принципе, но слушайте, одни и те же организаторы, одни и те же условия и так далее. Ну, несерьезно на самом деле. То есть должно что-то меняться однозначно в конкурсе. И в-четвертых, все-таки всероссийский конкурс «Учитель года» это шоу. То есть получается, там нужны шоумены. Не учителя, которые действительно покажут какие-то свои наработки, поделятся своим опытом и так далее. Шоумены. Ну вот скажите, что такое 4-5 лет, учитель работает в школе, он уже приехал побеждать на всероссийском конкурсе. Вы идите, другой конкурс. Он называется «Педагогический дебют». То есть там принимают участие молодые учителя. Я наблюдаю за тем, как грамотные учителя, у которых стаж по 10, по 15 лет остаются за бортом, а 3-4 года, 5 лет, просто шоумены, потому что они умеют выступать. Они совершенно, скорее всего, даже, может быть, не знают там своего предмета так, как нужно. У них нет еще никаких своих методических наработок. Вот, кстати, Арсен, есть ли в Мексике конкурс, подобный нашему, и вообще престижна ли профессия педагога в этой стране? Если да, то почему? Можно сказать, что я занял 16 место, условно. Но я хочу отметить, что во всероссийском конкурсе «Учитель года» я вошел в число лучших по защите методической работы и по сайту, по наполняемости, по качеству материалов и так далее. Спасибо, Арсену. А я продолжу. Выпускник Алтайского медицинского университета запатентовал пояс для лечения храпа. Стоматолог-ортопед Сергей Ли сейчас живет и работает в Москве. Со слов бывшего студента, все гениально, просто. Анастасия Наборщикова пообщалась с молодым ученым и увидела изобретение. Сейчас всем, кто мечтает избавить своих близких от храпа, стоит подойти к экрану. Идея такого пояса появилась после того, как я закончил обучение в США и вернулся в Россию. Он выиграл Гранд Фулбрайта и уехал в Бостон. Там научная жизнь, что называется, забила ключом. Создавать пояс от храпа начал в Америке в 2017 году. И вот долгожданный патент. У многих храпящих во время сна именно на спине происходит ухудшение дыхания за счет того, что нижняя челюсть заваливается и мягкие ткани перекрываются. И самым простым способом помощи в этом случае является просто не спать на спине. Пока ученик выпускает пробную партию для тестов, учитель следит за успехами и обучает уже новых студентов. Для меня было несколько неожиданностью, хотя, будучи в аспирантуре, основу этой темы положили, но инициировал это направление он сам. Думаю, что на этой проблеме не остановится и на этом достижении, потому что есть и внутриротовые способы коррекции и предотвращения апноэ. К слову, Сергей этим занимается параллельно. Вместе с поясом он работает над капами. Все это, конечно, будет стоить денег. Но для большинства докторов все-таки здоровье пациента – важная составляющая. Поэтому бесплатный совет от Сергея. Не нужно искать, покупать этот пояс. Вы можете, допустим, храпящие люди могут сделать этот пояс своими руками. То есть его суть достаточно проста. Просто нужно что-либо, что крепится к талии и что-то выступающее, что мешает перевернуться на спину. Выберите вы теннисные мячики или рюкзак – решать вам. И это совсем не шутка. Ведь Сергей уверен – все гениальное, просто. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. А у меня на этом все. Не забывайте в случае наличия интересных тем звонить на телефон нашей редакции 205-545 через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». Отличных выходных и до встречи. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком.